Конференция, организованная Министерством здравоохранения России, проходит под названием «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания». Она продлится три дня. У 700 ведущих инфекционистов страны есть возможность пообщаться с иностранными коллегами и обсудить актуальные вопросы. Как бы мы не хотели, как бы мы не ставили перед собой задачи избавиться от каких-то определенных инфекций, и нам это иногда удается действительно успешно. Это, допустим, самый яркий пример – это натуральный воспал. Но появляются новые вызовы природы, появляются новые инфекционные агенты, потому что микромир, он более пластичный, эволюционный, чем наш мир человеческий. Есть тенденция и возвращение, казалось бы, позабытых инфекций. Об этом говорил во время пресс-брифинга, представляющий Кубань на Всероссийской конференции, заместитель министра здравоохранения края Давид Гунба. У врачей Краснодарского края есть опыт в этой области, которым они готовы делиться. В Краснодарском крае во время подготовки проведения Олимпийских игр, во время проведения крупных массовых мероприятий, такие как «Формула-1» и так далее, накоплен, я думаю, колоссальный опыт в части недопущения и предотвращения возможных проблем, связанных с инфекционной безопасностью. Учения по профилактике и противодействию распространения инфекций в предолимпийский и постолимпийский период прошли во всех сочинских больницах. Участие в них приняли не только городские врачи, но и их коллеги из других муниципалитетов края. Учения по профилактике и противодействия.